Сегодня заниматься физической культурой и спортом это не просто необходимо, а по-настоящему престижно. Все больше славянцев выходят на спортивные площадки и беговые дорожки стадионов. Они, как и все кубанцы, понимают, что спорт – это всегда радостная и полноценная жизнь. И в развитии этой отрасли заинтересованы все жители Краснодарского края. Вице-губернатор Александр Власов, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, глава Славянского района Роман Синеговский еще раз увидели, насколько успешно развивается спорт в нашем муниципалитете. Они посетили ряд спортивных объектов, как строящихся, так и тех, в которых уже много лет тренируются дети и взрослые. Центры единоборств, физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин», легкоатлетический манеж «Олимпийцы», спорткомплекс «Лидер» – все эти спортивные сооружения отвечают необходимым требованиям для полноценной подготовки будущих чемпионов. Везде, где побывали представители краевого и районного руководства, они общались с тренерами и спортсменами. Разговор был очень искренним и заинтересованным. Наши самые титулованные атлеты рассказали о том, как они живут, тренируются, участвуют в соревнованиях и о том, что можно еще сделать для развития отрасли. В нашем районе спорт популярен не только в городе. И в сельских поселениях есть немало увлеченных людей и реальных успехов. У нас в поселении есть замечательный спортивный комплекс «Олимп», в котором просто кипит спортивная жизнь. Там с утра до вечера тренируются, занимаются, как участники спортшколы, так и просто поселение приходят вечером заниматься. В этом году у нас победа футболистов в зимнем чемпионате второе место. Второе место физкультурно-спортивный клуб «Олимп» занял в большой спартакеаде, состоящей из 24 видов спорта. Ну и, естественно, в краевых чемпионатах мы всегда призовые места и победы привозим по гиревому спорту, по легкой атлетике. После знакомства со спортивной материально-технической базой района в городском доме культуры состоялось заседание расширенной коллегии Министерства физкультуры и спорта, в котором приняли участие вице-губернатор Александр Власов, руководящий состав Министерства физкультуры и спорта, краевых госучреждений, заместители глав районов, представители краевых спортивных федераций. Первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко считает, что спорт всегда был и должен оставаться связующей силой в мире. Давайте вспомним, любые положительные вещи между странами, они начинаются со спорта и с культуры. Любые связи, любое налаживание каких-то здоровых взаимоотношений, они с этого налаживаются, а вот тот самый коллективный запад, он как раз-таки закрывает дверь для налаживания конструктивных и таких положительных контактов. Это ненормально, но вместе с тем мы сегодня должны и коллегия должна, мы должны разобраться и понять, как нам идти. В этих условиях, каким образом нам идти. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что совсем не случайно коллегия проходит в Славянском районе. Здесь есть что показать и чем гордиться. Действительно здесь сформирована хорошая команда, хорошая команда людей, которые переживают за спорт. Здесь есть хорошие объекты спортивные и продолжают строиться. Действительно, это объекты, которые мы видели, в том числе, вот манеж, легкоатлетический манеж. Мы обратили внимание на качество материала, мы обратили внимание на само ядро, мы обратили внимание на тех людей, которые там работают, тренируются. И вот важный момент – это вовлеченность. И важный момент – вовлеченность в том числе и сотрудников администрации. Здесь, еще раз говорю, хорошая сформированная команда, с которой стоит брать пример. Поэтому мы и приняли решение сделать выездное совещание, чтобы все посмотрели, что все возможно. Проанализировать все сделанное за год и наметить реальные планы на ближайшее будущее – это должно быть сделано на заседании расширенной коллегии. Смотрим, что у нас получилось, что не получилось, и делаем вектор на следующий год. Если мы говорим про отчет, конечно же, у нас есть муниципалитеты, которые находятся впереди. У нас есть выполнение государственных занятий, федеральных стандартов. То есть мы смотрим на количество, занимающихся спортом, и мы понимаем, что есть лидеры, есть отстающие. И всегда, конечно, важно собрать всех, чтобы пообщаться, чтобы поделиться опытом, чтобы на следующий год те задачи, которые стоят для некоторых муниципалитетов, они не казались какие-то заоблачными, большими, потому что все разумно и все возможно в наших силах. Открыл заседание коллегии вице-губернатор Краснодарского края, который сразу задал высокий уровень обсуждения важной темы. Министерство спорта России и правительство Российской Федерации примут весь комплекс мер для организации альтернативных соревнований в спорте высших достижений. Но наша с вами очередная задача – развитие массового детско-юношеского и любительского спорта. В связи с этим Краевое министерство планирует проведение новых краевых соревнований, а также Кубков губернаторов по игровым видам спорта – гонболу, волейболу, боевому самбо, хоккею в различных возрастных категориях. Муниципальным образованием также необходимо активно включиться в данный вопрос. Серьезные успехи славянцев в массовом и детско-юношеском спорте и в спорте высоких достижений известны всем. Именно большое внимание к спорту властей всех уровней помогает обеспечивать эти победы. Особое внимание в нашем районе уделяется развитию детского спорта. Мы стараемся воспитывать физическую культуру, ответственное отношение ребят к своему здоровью с ранних лет. В этих вопросах большой опыт набран детскими спортивными школами. Их 9, в них занимаются 5000 ребят, то есть почти половина от общего количества детей школьного возраста. Тренировки ведутся опытными тренерами по 20 видам спорта. В летний период спортивная занятость детей и подростков возрастает. Добавляются новые формы в занятиях на дворовых площадках с инструкторами, велопоходы по району, турслеты в лесу. Делая ставку на детский спорт, мы стремимся максимально вовлечь спортивную деятельность и родителей, то есть старших членов семьи. Таким образом активно развивается массово общедоступный спорт, направленный прежде всего на укрепление здоровья славянцев. И здесь особое значение для жителей приобрели спортивные площадки шаговой доступности, куда удобно прийти всей семьей в любое время года. Свою задачу власть видит в том, чтобы сделать занятия спортом доступными для каждого. С 2015 года в районе построены 12 универсальных спортплощадок, установлены 33 мини-спортплощадки, в том числе с тренажерами. Ежегодно проводится спартакиада трудовых коллективов и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Цифровизация в спортивной отрасли края насущно необходима, и она открывает новые возможности для улучшения и облегчения работы. Об этом говорил генеральный директор акционерного общества «Мой спорт» Андрей Марков. Цифровизация в Краснодарском крае началась в апреле прошлого года. На данный момент уже 57 организаций спортивной подготовки перешли на работу в цифровом формате. Дальше будет переход полностью на стопроцентный охват в цифровом формате, для того, чтобы запустить сервисы, которые предусмотрены в рамках спроектированного домена спорт. А это что значит? Это присвоение разрядов в безбумажном виде, подача заявки на соревнования в онлайне, и то же самое получение каких-то отчетных данных, то есть от бумаги перейдет все в цифру. Подводя итоги расширенной коллегии, вице-губернатор Кубани Александр Власов подчеркнул, что несмотря на непростое время, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сохраняет финансирование отрасли физкультуры и спорта на высоком уровне. Строятся новые объекты, продолжаем реализовывать и внедрение новых продуктов, такие как умные площадки и так далее, и так далее. Поэтому огромное спасибо от всех нас, губернатору Кубани. Большое спасибо говорю и благодарю главу муниципального образования Славянский район Рабану Анатольеву, спасибо. Сегодня мы проехали, посмотрели все, даже позавидовали некоторым объектам, которые в единственном, наверное, числе, за исключением МИДФИЗа, имеются сфера спорта, физической культуры на территории муниципального образования, очень крепко стоит, развивается, и есть планы, конечно же, на ближайшие годы укрепить, вовлечь систематически занимающихся спортом большее количество населения, но и самое главное, молодежи. Благодарственные письма министра физической культуры и спорта края были вручены главе Славянского района и начальнику управления физкультуры и спорта муниципалитета. Славянский район также отмечен за победу в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по реализации комплекса «Готов к труду и обороне». Как было сказано на коллегии, основные задачи в регионе сейчас – это развитие массового детско-юношеского и любительского спорта. В связи с этим планируется проведение новых краевых соревнований, а также кубков губернатора по игровым видам в различных возрастных категориях. В числе приоритетов – также строительство новых объектов, развитие спортивной инфраструктуры и цифровизация отрасли. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Георгий Калинин. Программа «События».